Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к Галатам, святого апостола Павла, и сегодня перед нами пятая глава, стихи с 11 по 21. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «За что же гонят меня, братья? Если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания к Галатам, святого апостола Павла, и апостол Павел в сегодняшнем отрывке, который затрагивает стихи с 11 по 21, пятой главы послания к Галатам. Апостол говорит о практической составляющей тех отношений человека и Бога, которые открываются нам в Новом Завете. Дело в том, что апостол Павел всегда был неотвлеченным богословом. Его богословие актуально, насущно и практично. Он отвечает запросам времени и той проблематике, в которой оказался апостол и община. Дело в том, что все то богословие, которое мы имеем, оно прямо влияет на нашу жизнь, на наше поведение и формирует наш церковный отклик на внешние, так сказать, вызовы времени и так далее и тому подобное. Значит, апостол говорит о чем? До этого отрывка он говорил о том, что мы спасаемся через веру, то есть без веры. А что мы подразумеваем под верой? Это в то, что мы веруем и доверяем Богу, что через своего Сына Единородного Господа нашего Иисуса Христа, который пришел в мир и воплотился от Девы Марии, Богородицы Пресвятой, учил тому, чему учил, о чем читаем в Евангелиях, и умер на кресте, через три дня воскрес, и вознесся на небеса и сел одесную Бога Отца. Вот через это мы веруем, мы обретаем спасение. То есть искупительная, спасительная жертва Господа Иисуса Христа на кресте освобождает нас из-под проклятия закона. Ибо когда был закон и были заповеди, человек знал, что он греховен, но не имел силы преодолеть свою греховность. Ибо существовали заповеди, как некие границы, которые полагали пределы человеческому произволу, за которые, за границы, за эти, человек всегда выкатывался, ибо он, по словам апостола Павла, был удобопреклонен ко греху. И так выкатываясь, человек сам себя подводил, так сказать, под расстрельную статью, что называется. Ибо сказано в Писании, проклят всякий, кто нарушает слова сии. Поэтому человек всегда находился под проклятием закон. И в этом была сущность закона, чтобы обнаружить грех в человеке, чтобы он осознал свою греховность и понял, что сам себя спасти он не может. И тогда приходит Спаситель и приносит эту единственную жертву, которая, как говорит нам догматическое богословие, удовлетворила правосудию Божию. Соответственно, мы искуплены кровью Христовой из-под проклятия закона. Но резонный и логичный вопрос. Хорошо, ведь просто тогда достаточно верить, что Христос все это сделал и нас искупил. Просто веруй в это все и живи, как хочешь. Нет, говорит апостол Павел. Ибо мы тогда из-под власти греха переходим под власть Духа. И мы должны являть в себе, в своей жизни, свидетельствовать свою верность. Вот что значит вера. Верность словам Божьим, которые сказал Христос в Нагорной проповеди, вообще во всем своем учении. О любви к ближнему, о соблюдении заповедей. Тогда мы, если мы следуем словам Христовым и, скажем так, подтверждаем и свидетельствуем этим свою верность Богу, вот тогда искупительная жертва действует действительно в нас, и ее искупительное действие распространяется и на нас. Но мы же своим грехом можем себя выводить за пределы спасительного действия жертвы Христовой. Поэтому мы живем в покаянии, чтобы через покаяние стяжать вот эту благодать Святого Духа, спасающую нас, освящающую нас и вводящую в присутствие Божие в пределы Царствия Небесного, которое откроется нам во всей полноте только со Вторым пришествием, после Страшного Суда. Вернее, будет Второе пришествие и Страшный Суд. Вот после этого уже мы либо наследуем жизнь вечную с Богом в Царстве Небесном, либо гиену огненную, которая уготована дьяволу и всем слугам его. Соответственно, резонный вопрос, да? Достаточно только верить? Нет, недостаточно. Важно еще что-то делать. И вот апостол Павел сегодня говорит об этих делах. Есть дела Духа, которые вводят человека. Мы должны жить под водительством Духа. «К свободе призваны вы, братья», говорит апостол Павел, «только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Не плоти призвано угождать, свобода христианская, но любовью служить друг другу. Наша свобода дана нам не для себя любия и горделивого, честлавного жития, а для того, чтобы мы служили больше и лучше ближнему своему. Ведь раньше в Ветхом Завете нельзя было дружить с язычниками, нельзя было выходить к ним, прикасаться даже было, потому что это скверняет тебя. Эти преграды в Новом Завете спали. И мы знаем, что это не слова не только апостола, мы об этом читаем в книге «Деяния святых апостолов». Помните те видения апостола Петру, которые были даны ему, что Господь очистил, ты не почитай нечистым. Новый Завет и жертва Христова очистила новый путь для проповеди, и теперь богоизбранный народ выходит за пределы своего, так сказать, этноса и идет проповедовать всем. Ибо Христос умер за всех. И всем открыта эта дверь. Но для того, чтобы ее открыть, нужна вера и нужна решимость следовать словам Христовым. Поэтому не угождать плоти, но любовью служить друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Закон в этом и к этому приводит человека, но может во всей полноте его привести только в Новом Завете. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были сцеплены друг другом. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть противится духу, а дух противится плоти. И далее апостол Павел говорит о делах плоти, а потом выгодит о делах духа. Дела плоти, прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть список большой, но принципы этого списка нам понятны. Все это деструктивное, разрушающее человеческое отношение, человеческое естество, то есть физическое тело, разрушающее добрососедские отношения, разрушающее любовь между друг другом, разрушающее семьи, все это подвергается осуждению и носит название дел плоти. Так вот, мы не должны служить этим делам, мы не должны их делать. Тот, кто так делает, тот обманывает себя, ибо он не является служителем Христовым, он не является человеком облагодатствованным, и благодать Божия на нем не почивает. Поэтому мы должны беречь себя, мы должны стремиться в покаянии, проходить поприще нашего служения, нашей жизни, нашей веры, потому что в противном случае мы рискуем впасть в горделивость, и мы рискуем подменить понятия. Поэтому, дорогие братья и сестры, со смирением будем совершать дело нашего спасения. Помни о том, что мы слуги Божии, мы дети Божии, поверив во Христа Иисуса, и мы должны поступать по духу, а не по плоти. Поэтому вооружимся терпением, смирением и такой, знаете, аскетической ревностью, и даже аскетической дерзостью бороться с грехами своими и проявлять любовь к ближнему. Поэтому будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok